Первая компания, с которой начинают обсуждение вопроса итогов отопительного сезона и перспективные планы на следующий – Полевская коммунальная. Предприятие представляет на сегодняшнем комитете Думы по городскому хозяйству Максим Осипов. Максим Алексеевич докладывает, что за прошлый зимний период в ВДС Полевской коммунальной компании поступило более двух тысяч заявок. На устранение аварийных ситуаций потрачено более полутора миллионов рублей. Прошедший отопительный сезон для северной части Полевского можно смело назвать благополучным. Сейчас перед коллективом стоит задача подготовки к следующему. Для подготовки к новому отопительному сезону Полевская коммунальная компания планирует произвести ремонтные работы в летний период на тепловых сетях на общую сумму 5,6 миллионов рублей, на водопроводных сетях 3,7 миллиона рублей, на канализационных сетях 2,9 миллиона рублей. Итого на сети планируется 12,5 миллионов ремонтных фондов. Для подготовки жилого фонда планируется ремонтный фонд составляет 14,5 миллионов рублей, в том числе текущий ремонт кровли 9,2 миллиона, ремонт межпанели шоу 1,7 миллиона. Отдельная тема подготовки коммунального комплекса в северной части – это, конечно же, долги ПКК перед северским трубным заводом. Задолженность Полевской коммунальной компании перед ПАУСом ДЗ на 1 мая 2017 года составляет 208 миллионов. Сложилась она по следующим причинам. Во-первых, дебиторская задолженность покупателей перед ООПКК, заказанной жилищно-коммунальной услуги, на 1 мая составляет 192 миллиона рублей. В том числе бюджетная организация – 13 миллионов, местная бюджет – 7,4 миллиона рублей. Юридические лица на 1 мая должны 44,3 миллиона рублей, в том числе ТСЖ – 11,3 миллиона рублей. Население задолженность на 1 мая – 134,4 миллиона рублей. Сумма задолженности значительно увеличена еще и по причине аномально холодной зимы, говорят коммунальщики. Сверхнормативные потери на теплосетях северной части только за прошедшие зимние месяцы в денежном выражении выглядят как 16,5 миллионов рублей. За 2016 год эта сумма была 26 миллионов. Причина кроется в изношенности сетей. Для снижения задолженности перед СТЗ Полевская коммунальная компания ведет активную претензионную работу прежде всего с населением города и юридическими лицами. Отключены энергоресурсы в 181 квартире. Подготовлено 43 дела о выселении должников из муниципального живого фонда на сумму 4,9 миллиона рублей. Однако при выселении сложившая задолженность остается задолжником и не погашается. Задолженность нанимателя живых помещений, находящихся в муниципальной собственности, по состоянию на 1 мая 2017 года – 19,3 миллиона рублей. С июля 2015 года Полевская коммунальная компания работает на энергетическом комплексе Северной части в рамках концессионного соглашения с администрацией города. Это долгосрочная аренда сетей. Но ситуация может измениться. Сегодня в адрес главы города поступило письмо от руководства ПКК с отказом от концессии. В силу тяжелого экономического положения мы не можем нести такие убытки за 5 лет. 88 миллионов рублей – это сверх нормативная потеря. Вы сами представляете реально, что представляете из себя сети водоснабжения, к примеру. Я по теплу не говорю, по теплу относительно еще благополучно, но он опять же привел цифры по зиме – 5 градусов, 16 с лишним миллионов рублей. Что касается управляющих компаний Южной части, то уже сегодня ГУК и УКЮКП активно занимаются подготовкой жилого фонда. Все, что запланировано было на 16-й год, на 17-й год, значит, выполнили работу. На сегодня даже начали производить работы от питьевой водопровод заменили на бажовый 14. То есть это дома уже вошли, которые сверх нормативы идут того, что хотелось бы сделать при подготовке к отопительным сезонам. Если к руководству управляющих компаний Южной части Полевского вопросов нет, то вот к директору МУП ЖКХ Полевское их масса. Первый, конечно же, касается состояния энергетического комплекса. В прошлом году на ремонт трубопроводов из сети Юга из бюджетов разных уровней было затрачено десятки миллионов рублей. Депутаты хотят знать – это принесло хоть какой-то эффект. Как показывает статистика, аварий – нет. Основные аварии происходили на квартальных сетях, которые действительно уже очень сильно изношены. Это Карломаркса 13-15, Карломаркса 16, второй микрорайон, первый и второй дом, Победы 20-22, также идет 22А, 22Б. И основные аварии проходят на магистральных сетях – это улица Карломаркса, магазина «Пятерочка» до улицы Черевушкин церкви. Второй вопрос еще более болезненный – это расчеты с поставщиками энергоресурсов. Не секрет, что сегодня МУП ЖКХ Полевское стоит на пороге банкротства. Как рассказывает директор муниципального предприятия Юрий Усольцев, сегодня МУП должно всем и вся. В списке кредиторов – Уралсевергаз, Энергосбыт+, Газекс, Новоэнергетика. Но и это еще не весь список. Когда заходили в отопительный сезон, кредиторская задолженность была 67 миллионов. На сегодняшний день она составляет 135 миллионов. Дебиторская задолженность составляла 54,5 миллиона, население – 38 миллионов. На сегодняшний день дебиторская задолженность 103,5 миллиона, население – 67 миллионов. Это значительный рост по кредиторке, считаю, вызван тем, что наложение арестов на денежные потоки, в том числе на дебиторскую должность службы судебных приставов. При этом руководство МУПа не унывает, а строит планы на будущее. Юрий Геннадьевич рассказывает, что летом его работники будут заниматься ремонтом канализационных и водопроводных сетей. Кроме этого, ЖКХ Полевское рассчитывает и на поддержку из областной казны. На капитальный ремонт энергосети Юга губернатор области обещал выделить 50 миллионов рублей. Оптимисты резюмируют депутаты. Еще одно звено энергетического комплекса Южной части – это, конечно же, котельная на 60 мегаватт. Сегодня на Комитете по городскому хозяйству интересы этой компании представляет Сергей Листвин и поясняет, что главная проблема прошедшего отопительного сезона – это грязная сетевая вода. Именно из-за плохого качества теплоносителя котельная неоднократно аварийно останавливалась. При этом уточняет – причина грязной воды кроется отнюдь не в отсутствии химводоподготовки, а в неудовлетворительном состоянии трубопровода. Сетевая вода с города, она в четыре раза все нормативы перекрывает. И что? И невозможно, допустим, деорацию, мы, по крайней мере, пытались настроить деорацию, да, мы хотя бы что-то на первых месяцах, получается, мы близко к результатам получили, но обратно, к которой вода приходит, как показали, там надо вообще менять всю систему полностью. Промывка теплообменников дает временный эффект. Существующий грязевик не справляется с поставленной задачей. Нужно принципиально менять подход – переводить теплоснабжение «Юга» на закрытую систему. Что же касается подготовки котельной к следующему отопительному сезону, то она будет зависеть от поступления денежных средств от должников, в том числе от МУП ЖКХ «Полевское». Ксения Балденкова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.